Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу. Сегодняшнее видео посвящено моему мнению относительно вышедшей 28 сентября игры от Amazon под названием New World. Я хотел бы поделиться своим видением, а также выделить основные плюсы и минусы этой игры для игрока. Также я постараюсь сделать акцент на некоторые особо важных вещах, дабы вы смогли для себя решить, стоит ли играть в эту игру или же не тратить на нее свое время. Собираясь мыслями для этого видео и формируя тексты и основные направления, о которых буду рассказывать, я старался быть максимально беспристрастным, не обращать внимания на супер хайп вокруг этого проекта, а также быть критичным, но честным. Это видео это не тотальное поливание игры говном, как в последнее время стало модно делать подобно обзорам на фильмы от BadComedian. Ибо я все чаще стал замечать, что некоторые мои коллеги по разделу распробовали этот стиль и брызжут прям кислотой абсолютно на любой проект, связанный с самому разделом. Надеюсь, что некоторые поняли, о ком сейчас идет речь. И видео у них вроде заходит по просмотрам и комментариев вроде много. Вот только эти товарищи даже не представляют, какой они в будущем получат эмоциональный откат и какую кислотную аудиторию, хейтящую все и вся вокруг себя, соберут таким образом. Но мы сейчас не об этом, мы о игре. New World Amazon Анонс данной игры состоялся в далеком 2016 году, вот уже как 5 лет назад. И этот срок для многих может показаться огромным. Что такое 5 лет? Кто-то успел жениться, развестись, родить детей, кто-то заработал миллионы. А студия Amazon эти 5 лет потратила на разработку одной игры, вокруг которой сейчас килотонны хайпа. Изначально данный проект позиционировался как жесткая песочница а-ля Альбион. Грубо говоря, ты вышел за стены замка со всем нажитым добром, тебя запинали палками и ты потерял все, что у тебя было. И по новой. Подобный геймплей был крайне популярен одно время и в среде игроков назывался выживачами а-ля Арк, Дейзи и так далее. Во многом это смесь сегодняшних батл-роялей со средниковым сеттингом. Количество игроков на подобных серверах также должно было быть около 50-100 игроков. Но в какой-то момент руководство студии решило перелопатить абсолютно всю структуру и из идеи сделать максимально хардкорную выживалку, компания пошла по пути максимального аксуаливания, а также попытки привлечь не максимально качественную, а максимально возможную аудиторию к игре. Компания Amazon, как и большинство американских компаний, в сегодняшнее время находится под гнетом западного тренда на равные права всех и вся. И прослеживается это в данной игре настолько часто и в настолько большом количестве вещей, что иногда даже тошно. Перед тем, как поэтапно начать разбирать игру, также хотелось бы сказать, а точнее уточнить слова, которые были сказаны выше о аксуаливании. Многие из вас, кто провел в этой игре уже сотни часов, совершенно не согласится со мной в том, что это тотально казуальная игра, в которой разберется и 12-летний ребенок. Но! В игре нет и не будет ДПС метра и ДПС чека, о чем разработчики говорили и не раз. Сейчас такую стратегию выбирают многие компании, дабы одни более опытные игроки не харасили более слабых игроков за их маленькие числа. В игре нет какого бы то ни было рейтинга. Разработчики не поощряют гонку прогресса и развития. По их мнению, каждый игрок должен играть в первую очередь в игру и получать от него удовольствие, а не гнаться за цифрами. Тут я, кстати, с ними частично согласен. Ну что ж, как к узуаливанию мы вернемся позже и вы даже поймете об этом, когда я заговорю с вами о скалировании. Далее вы услышите анализ от игрока, который провел в этой игре больше чем 15 дней реального времени за последние 28 дней. Итак, графика. И тут, собственно, и заканчивается мое бесконечное предисловие, как и многие из вас любят начинается разбор по фактам. В этой игре используется движок Lumberyard, разработанный на основе CryEngine. Вся картинка при максимальном рассмотрении имеет небольшую песочную структуру, то есть картинка не то, что пиксельная, а скорее пластилин плюс песок. Причем, чем выше вы выставляете настройки в игре, тем сильнее это начинает бросаться в глаза. Амазоны не прогадали и со стилизацией, разве что игру хотели выпустить на год пораньше, и тогда она выстрелила бы еще сильнее. Почему? Графически игра напоминает все сериалы, стреляющие последние пару лет. Те же игра престолов, викинги и так далее. Тематика первооткрывателей, мореплавателей 16 века всегда будоражила ум игроков. Вы сходу, даже представив себе эту игру, уже невольным образом хотите разведывать все новое. Мир не особо развит, появляются первые приспособления, инструменты, оружие. В общем, это во многом идеальные условия для идеальной ММО. Дальше в игру обычно накидывают или нет различную магию и объясняют ее каким бы то ни было образом. В New World это также объяснено. Но об этом чуть позже. Красивая ли графика и есть ли к ней нарекания? Я не отношу себя графодрочером и фактически готов играть в игры, как например, если играешь в Ла-2 с включенными минимальными настройками графики или же в Ультиму. В моем случае слишком старого игромана на первом месте всегда будет стоять геймплей. И уж потом музыка, графика и так далее. Тем не менее, играя в мой РПГ последние 15 лет, могу сказать, что разработчики нас не особо таки баловали. Пластелиново-мультяшная графика WoW. Отсталая графика Линвич, которую непонятно почему всегда ставили в пример другим играм. Хотя от красивого там только прорисовка Бопа. Ну и сисек у темных эльфиек. Чуть более новый археич, конечно, имел успех с графической точки зрения, как и, к примеру, Black Desert. Но тем не менее, сейчас играя в New World, я вижу, что весь прогресс с точки зрения графики идет семимильными шагами. Тут и красивейшие прорисованные лучи, красивое море, бесконечная трава, деревья. При близком рассмотрении, конечно, все равно можно увидеть недочеты, но по большому счету это уже придирки. Также в игре очень красиво сделаны эффекты тумана и дождя. Буквально впервые попав в локацию с дождем, ты начинаешь чувствовать мир вокруг себя. За графику, за прорисовку дня и ночи, за восходящие, а также заходящие за горизонт солнца разрабам 8 из 10. Оценка от лица графодрочеров, я более чем уверен, при этом будет максимум 7 из 10. Но графика тесно пересекается и с несколькими геймплейными моментами, и зачастую все попросту ломается, когда вы начинаете замечать мелочи. По такими мелочами я понимаю вечно сырую землю на пляжах после того, как прошел или нет дождь, стыки локаций с дождем и без него, раскоряченные модели персонажа во время багов, да и во время простого передвижения. Это, конечно, убивает все положительное, что сказано выше о графике. Локации, мир и строение Вроде как мы обсудили уже с вами вопрос графики, но тут хотелось бы перед важными разделами, связанными с пвп, геймплеем и пве, высказаться и относительно самого мира игры. Из чего же состоит мир? Погнали по пунктам. Деревни Все деревни с мобами в игре так или иначе это одна и та же деревня, которую разработали один раз, а потом летали по миру в режиме администратора и делали Ctrl-C, Ctrl-V. Единственная разница это отображение зеркальной или же разворот вокруг своей оси. Дома мобов В игре лишь 9 текстур с различными домами мобов, которые отличались бы друг от друга. Это означает, что зайдя в любую деревеньку, город или еще что бы то ни было, ты точно будешь знать, как выглядит дом, что сундуки в этом доме лежат либо слева от входа, либо под лестницей, либо на втором этаже в 4-х возможных местах. Деревья Так или иначе в игре лишь 5 видов деревьев, пусть и иногда они бывают в разных текстурах. Виды железа На самом деле всегда одни и те же. Различий, кроме как визуальной в виде добываемых ресурсов, в количестве 5 штук, а также 5-7 различных проков, с них нет. Также и со всеми остальными ресурсами. Если, к примеру, говорить про траву, собирать которую в этой игре особо любят, то, внимание, хемп, синий хемп, красный хемп. Города тоже не особо блещут уникальностью. Вот это Свинсворт. А это Морнингдейл. На этом месте автору пришлось сделать небольшую паузу, чтобы не сгореть с того факта, что в игре за 500 миллионов долларов, потраченных на разработку, мир собран с помощью двух функций. Копировать и вставить. Причем понимание это приходит не в первый час игры и даже не в десятый. Понимать игрок это начинает лишь на сотый плюс час игры, когда система квестов заставит игрока сбегать из одной локации в другую, из одной точки в другую по сотне раз. Но о квестах чуть позже. В целом, что касается мира игры и его наполненности. Выглядит, конечно, все красиво. Но выглядит это все как равнина с табуретками от одного и того же мастера на скорую руку с колоченными и выставленными в ряд. Сидеть на них можно, но на сотой надоедает. За локации мир и его наполненность два из десяти. Разработчики умудрились воспользоваться функцией копировать и вставить большее количество раз, чем игроки, строящие свои дома и строения в Вальхейме или же в Майнкрафте. Так или иначе, ни о какой уникальности в мире Нью Волд не может идти и речи. ПВЕ. Мобы. Тупые мобы. Очень тупые мобы. ПВЕ во многих играх это аспект для людей, которые любят почилить вечером пару часов и доказать самому себе, что они еще что-то могут в великой борьбе с искусственным интеллектом. Так или иначе, если возвести в идеал сложности ПВЕ механик самых сложных рейдов Final Fantasy или же WoW сегодняшнего дня одном в плане сложности определить мобов линейдж 2, извините, кстати, линейщики, но там реально мобы 0 IQ, то Нью Волд пробило очередное дно. Погнали по фактам. Мобы поделены по механикам на несколько категорий. Медведи рвут перед собой сильными атаками, Волки, тигры, рыси прыгают как оголтелые вперед-назад и в бока. Мобы без ног тащатся медленно за игроком и при достижении близкой дистанции начинают бросаться на игрока. Скелеты, оруны и почти все человекообразные в игре просто бегут на игрока с криками и желанием оторвать пару конечностей, но имеют банальный паттерн поведения автоматических атак. Немного интересно выглядят маги и лучники в игре. Маги спамят на вас мины, которые эвейдятся с одной автоатаки по ним или же с помощью банального переката прямо в них. Кому интересно, на этом моменте как так посмотрите предыдущее видео на канале о работе бессмертия. Лучники немного сложны за счет того, что их достаточно сложно эвейдить, но... Кем бы ни был моб, животное, скелет, призрак, маг, вы можете убежать абсолютно от любого противника в игре. Они никогда вас не догонят. Это во-первых. Во-вторых, все мобы эвейдятся. Эту механику я показал на стриме, как только апнул 60 уровень и сразу обнес целиком всю топ-деревню в игре с самыми сложными мобами. Причем почти без шмота. Логика заключается в том, что моб не может определить ваше расположение по вертикальной оси. Он банально не понимает, выше вы него находитесь или ниже. Ну и напоследок, разработчики не научили мобов лазать, карабкаться и банально поднимать ноги. То есть самое страшное препятствие для моба – это самый маленький бордюр. А еще разработчики наделили мобов чудо-анимациями. Ну, то есть визуально-то это прикольно. Ты подходишь к мобу, он видит тебя, начинает кричать, махать руками и потом бежит. И тут вот самое главное – потом бежит. За счет настройки скорости реакции мобов, а также их доп-анимации в момент агрессии на игрока происходит забавный момент. Вы подходите к сундуку рядом с любым мобом и пока он возьмет вас в таргет, пока прокастует анимацию злости и агрессии, вы залутаете сундук и убежите с лутом. Поэтому ICQ этих мобов в игре можно по праву считать еще более убоким, чем в линейдж. Это выглядело бы так. Вы подходите к Антарасу, лутаете с него сережку, выбегаете из пещеры и когда уже нажимаете псоя, он на вас только начинает агриться. Ну или же в вов. Вы приходите на Лич Кинга, угоняете его коня, а уже потом ведете с ним бой или юзаете баблу плюс херстон. Оценка за интересность ПВЕ в опен ворлде 0 из 10. В этом аспекте лично для меня игра пробила дно. Для игрока, отыгравшего меньше 100 часов и не взявшего 60 уровень, эта оценка будет составлять 7 из 10. ПВЕ инсты. Скажем честно, я большой любитель почилить в ПВЕ. Для меня ММО игры это в первую очередь общение с людьми, затем заучивание или даже, правильнее скажем, задрачивание механики в ПВЕ инстах и рейдах и уж только потом аспект ПВП. Ну не могу я с собой ничего сделать. Не обидно мне умирать от мобов. Любая смерть от компьютера для меня это большая мотивация стать лучше. Тогда как на поле ПВП я всегда понимаю, что есть контрпик, есть мета или же просто рукастый азиат, который сделает все лучше, чем сын маминой подруги. Но когда я зашел в НВ, я знатно обломался. Почему? Ммм, сейчас объясню. Разрабы этой игры реально во многих аспектах идут по пути жесткой казуальной линии. Все доступно для всех, но не инсты. Для любого подземелья вам необходима хотя бы одна проходка на группу из пяти человек. Проходки даются за квесты по одному. Редко по две штуки в каждое подземелье. И все. Хочешь сходить еще раз за лутом? Иди крафти проходку. Или же, как поступают многие, ищи человека с этой проходкой. По логике вещей, такое количество заморочек для банального похода в инст должно отпугнуть любого игрока. Но это еще не самое страшное. Самое страшное это то, как настроена система выдачи вам лута. Но об этом чуть позже. Так вот, любая уважающая себя мэрпг игра, выпущенная за последние несколько лет, имела в себе огромное множество партийных, а также рейдовых инстов. Но не New World. В игре их катастрофически мало. Банально вы проходите Амринку на 25 уровне, какой-то там. Видите, я даже название-то не запомнил. Инст на 45 уровне. Династию на 55. И все. Это все инсты, которые вы проходите на пути к 60 уровню. И более того, посещать их все больше одного раза попросту нет смысла. Ибо геринг там посредственный. А кач в инстах далеко не топовый. Я также сходил в топ инст, доступный сейчас в игре. Генезис. Ооо. Скажу вам так. Я впервые танчил в этой игре. Мой скилл меча имел уровень 2. То есть я банально подкачивал меч непосредственно внутри самого данжа. И мы прошли этот инст почти голой пачкой. С анскильным танком. Это примерно как если бы команда из 20 доставщиков Яндекс.Еды с рандомными именами сядет впервые играть в ОВ и закроет Сильвану Мификс 3-5 пула. Ну и говорить о том, что инсты сложные или интересные по механикам просто невозможно. Почти любой босс убивается по тактике. Танк танчит босса, все стоят за спиной, чтобы не словить клиф. При этом в миле радиусе, чтобы босс не чаржился. Ну и разбегайтесь от ауешек. Это одно предложение, фактически тактика на всех боссов в игре. Кайф, прям быстро гайд. Также в Нью Ворлде нет рейдов. Совсем. Нет ни одного рейда у подземелья или босса в Оупен Ворлде. Ибо судя по всему, игра частично разработана под пати игру, как планировалось на самом старте, когда вместимость серверов была 50-100 игроков. И разрабы решили, и так сойдет. Более того, судя по всему, из-за особенностей движка, нахождение в любой точке игры более чем 20 кастующих человек банально приводит к коллапсирующему зависанию он их в одной точке. То есть видно, что сервер информацию принимает, но не отдает ее обратно должным образом. Поэтому начинает присутствовать пролаг. Небольшое размышление. Если вам или вашей гильдии захочется заруинить игру для одного отдельно взятого сервера в отдельно взятом городе, вы можете встать в районе аукциона фулл гильдии и начать по кд спамить маки, хиллоу и обилки под себя. Либо зависнет локация, либо к хренам упадет весь сервер. Мы решили не проверять. Вернемся к пве инстам. Как я и сказал, выше большинство игроков попросту эвейдит инстовый контент из-за сложности попадания в него. Этим разрабы, конечно, мотивируют игроков не просто выфармливать данжи, а играть в опен ворлде. Но тем самым они полностью убивают инсты. Если разрабы не пофиксят сложность крафта проходок, то игроки банально будут гириться на аукционе, крафте или же в открытом мире. В целом, все это выглядит таким образом, что инсты в этой игре сделаны для галочки, чтобы как в остальных мой рпг. За рейды инсты пве я ставлю не ворлду 3 из 10. Тупо за то, что они есть. Для линейщика наличие хоть каких-то инстов это, конечно же, 5 из 10. А для пораженного вовера это 0 из 10. Следующий пункт. Добыча, переработка, крафт. На первый взгляд любого рядового игрока крафт в Нью Ворлд захватывает с первых минут. Сотни разных ресурсов, все сложно и интересно, большой мир. А что там дальше? А какие там растения, камни? Вау, я хочу прокачать все профессии. А что по факту? Ёлочка или как ее называют некоторые лесенка. Если вы не понимаете, о чем я сейчас объясню. Банальная профессия. Добыча леса. Четыре типа деревьев, каждый из которых добывает с определенного скилла. Далее, следующее. Переработка леса. Вначале вы перерабатываете первое дерево. На следующем уровне скилла первое и второе. На следующем второе и третье. На последнем третье и четвертое. Крафт. Вы берете по этой схеме переработанное дерево, переработанное железо, переработанную ткань и кожу. И крафтите вещи, пушки и так далее. Вот вам все, что нужно знать о добыче, переработке и крафте в этой игре. Все очень долго. На каждую добывающую профу от 0 скилла и до 200 я тратил от 10 до 24 часов реального времени. В итоге я прокачал крафт брони до 200. Чтоб вы понимали, на момент съемки этого видео прошел почти месяц с начала игры. А в стиме ачивку с 200 в арморинге получило 0% игроков. Отступление. На что рассчитывают вообще амазоны? Они рассчитывают на жесткий пиар игры и массовость, как я и говорил выше. Они рассчитывают на сотни тысяч и миллионы игроков, которые будут уделять игре по 2 часа в день. И тем самым вряд ли в конечном итоге поймут то, что поняли ноу-лайферы, которые проводили по 18 часов в день на протяжении этого месяца. Приведу банальный пример. Мой чистый онлайн в игре за 28 дней приблизился к отметке в 15 дней. Это 360 часов онлайна. Если взять в пример средний онлайн обычного игрока с семьей и работой и приблизить его к немалым 3 часам в день, то получится, что от такого же прогресса средний игрок добьется за 120 дней. Если усреднять еще сильнее, то это 3-5 месяцев, и при этом игрок даже не приблизится к полному закрытию всех профессий в игре. За это время компания, как я считаю, планирует выпустить контентный панч 1.5, потом 2.0, 2.5 и так далее, тем самым создав для рядового игрока, коим и является их целевая казуальная аудитория, игру с бесконечным развитием. Но если в случае с WoW 2 докачаться до максимального уровня даже на автокаче удавалось единицам, в случае с WoW закрыть топ мифи контент также, то здесь игра проходится в хардкорном режиме за месяц максимум полтора. Вернемся к крафту. Чем он еще хорош? Чем плох? Как я и сказал выше в отступлении, игра нацелена на казуалов. В этой игре реально бывает в кайф порубить деревья и послушать звук топора, дерева, кирки, камень и так далее. Это действительно имеет какой-то наркоманско затягивающий медитативный эффект. 1, 2, 3, 4. Но когда ты начинаешь копать одну и ту же жилу по 18 часов в поисках одного самого важного прока с нее, это превращается не в медитацию, а в кромешный ад. Оценка за крафт-систему. Лично от меня 7 из 10. Здесь реально есть над чем поразмыслить. Что крафтить, а что нет. Где добыть какие ресурсы, какой маршрут будет идеальным и минимально трудоемким. Оценка от лица казуала 10 из 10. Казуал просто не выкачает все профы в 200 на 200, но будет стремиться. Экономика, рынок, аукцион. Аукцион построен идеально. Вы можете продавать и покупать в этой игре банально почти все. Я знаю несколько человек, которые тупо стояли у аукциона и занимались покупкой и продажей. Они просто от него не отлипали. Основной плюс это то, что в каждом из городов аукцион свой. И зачастую навариться можно банально на том, что купишь в одном городе определенный ресурс сверхдешево и перепродашь его в другом. Основы рынка, скажете вы? Лень, скажу я. Да, лень это двигатель экономики в этой игре. Вы вырастаете из локации и вам попросту лень фармить низкоуровневый ресурс, который был в нескольких локациях до этого. Но всегда найдутся те, кому не лень и кто с радостью заставит вас распрощаться с вашими кровно нажитыми. Почему заставит? Помните предыдущий пункт про крафт? Так или иначе, вам придется перерабатывать тонны низкоуровневых ресурсов, чтобы сделать ресурсы высокого уровня. Иногда все доходит до того, что хайлевел ресурсы стоят дешевле, чем ресурсы первого тера. Если посмотреть на все это с точки зрения человека часов, то здесь все логично. На добычу 10 тысяч самого простого дерева зачастую уходит плюс-минус столько же времени, сколько вы потратите на добычу того же количества хайлевел ресурсов. Но все ли так хорошо на самом деле? Есть две ситуации. Ситуация на сверх заполненных серверах и ситуация на серверах средней заполненности. На сверх населенных серверах по типу Анвина или же Киперборея все ресурсы, а значит и человека часы по факту оказались обесценены. Почти что все, даже топ-рессы торгуются по 0.01. Ценность представляют только речайшие дропы или крафты. На средне заселенных серверах по типу того, на котором мы играем, экономика гораздо более живая и тут уже все законы рынка купил дешевле, продал дороже и ресурсы стоят вменяемых денег. Но все бы ничего, но в игре недавно вовсю дюпали золото. Если коротко, то была ошибка, которая позволяла игрокам умножать любую сумму золота в два раза благодаря какой-то неисправности в трансферах. В тему вдаваться я сильно не стал, ибо судя по всему пытался игнорировать это для себя и не обращать внимания до последнего с мыслями о том, что пофиксят. Виновных забанят, эксплойт прикроют, но... Скорее всего дюпов в игре сейчас такое множество, что закрывать глаза на это не получится. Это означает, что вероятнее всего, отталкиваясь опять же от населения сервера, на сверхзаселенных серверах есть игроки с голыми персонажами, на которых набит кап золота. Который имеет какую-то любимую амазонами цифру 500 тысяч. А это означает наглухо убитую экономику в игре, обесценивающую стоимость любого товара до нуля. Возвращаемся к первобытному общинному строю, где не было продаж, а имелся только обмен. Меня 10 тысяч дерева на 10 тысяч металла. ПМ. Но опять же, а что если и материалы уже давно дюпнули? В конечном итоге система аукциона и трейда в игре сделана отлично. Тут смело 9 из 10. 9, а не 10, это потому что интерфейс самого аукциона сделан шестиклассником из неблагополучной семьи и доделать вменяемые фильтры он не успел. Ну а с точки зрения недавнего дюпа золота, эта игра сейчас фактически имеет с точки зрения рынка 0 из 10. ПВП и осады. Фух, это, наверное, самый сложный пункт этого видео. Все слишком неопределенно, если не брать в учет баг на бессмертие, который функционирует в игре вот уже 3 патча. Поехали. ПВП в игре в целом удалось на славу. Что я имею ввиду? Есть отлично работающая мета. В этой самой меди каждый класс имеет свой антикласс. Лучник отлично разделывает магов, мушкет контрит лучника и хила, милишник контролит хила и так далее. Танк чилит на точке. Но что представляет ПВП в этой игре с точки зрения линейщика или вовера? Полная вакханалия, контрстрайк, папки и постоянное желание сломать мышку. Любой МРПГшник, плотно сидящий на таргет ММОшках, привык к тому, что для него бой это определенная последовательность нажатия клавиш на клавиатуре. Как мелодия на пианино. До, ре, ми, фа, со, ля, си. Мопса, си, next target. Нон-таргет же заставляет непривыкших МРПГшников целиться мансить на поле боя, подбирать лучшую позицию. Это прям простор для скилла так или иначе. И если в том же WoW ПОП побеждает тот, кто нажмет клавиши в правильном порядке, учитывая такие клавиши, которые нажимает его противник, то в New World побеждает тот, кто нормально нажимает эти клавиши, но еще и имеет неплохой аим. Единственный выход для людей без аима в этой игре, это играть за милишников. Там все просто, вижу противника, моя бежать к противник, моя бить, моя победить. При этом в совокупности в массовых сражениях все это выглядит очень привлекательно. С точки зрения Эрелла, Большой Осады, здесь точно есть где разгуляться по тактике построения боя и управления пачками. Но. Можно всрать все одним простым но. Баг на бессмертие. Я мог бы вам рассказать про ужасную систему прокидывания вара, которая не срабатывает из-за нападения мобов. Или же рассказать, что хила почти невозможно убить. Или же про то, что в замесах все зависает, вне зависимости от качества вашего железа из-за баганной задержки сервера. Но. Я не буду этого рассказывать. Как и собственно всего, что связано с ПВП в этой игре. Ибо ПВП аспект в этой игре для меня умер 23 октября, когда мы узнали о бессмертии. Как оно работает и когда противники испробовали его на нас на осаде. Послав нахер всю нашу тактику сборы, подготовку еды к осаде, химию и так далее. Просто 1-5 человек может захватить любой город или наоборот задефать любой город, банально используя баг на бессмертие. Мусолить в этом видео я это не буду. Просто смотрите предыдущий ролик про это. За ПВП осады амазоном 0 из 10. Если пофиксят про лаги на спотах во время осад, а также баг с бессмертием, то я поставлю, как и считал в начале, 8 из 10. Квесты, лор, прокачка. Скажу откровенно, при написании некоторых пунктов мне приходилось иногда отходить от компьютера, дабы отдышаться и не высказать просто порцию отборного мата о некоторых вещах в этой игре. Квесты это одна из них, как и лор в целом. Единственное, что мы узнаем из ролика в этой игре, это то, что наш персонаж утонул где-то в море на корабле и очутился в мире Этернума. Дальше весь лор прописан в еб***щих диалогах, которые никаким образом не озвучиваются, а также в бумажках, разбросанных по всему миру, а-ля записки. Читать их желаний никакого нет от слова совсем. Прокачка. Максимально нудное, а с точки зрения соло игрока почти нереальное времяпрепровождение. А все потому, что сила мобов не сбалансирована, как и логистика в расположении квестов. Максимальный ад из глаз с точки зрения игрока наступает, когда вы начинаете делать квесты на 580-е пушки. Тут логика пропадает вообще напрочь. Вас сначала отправляют убить мобов 50-го уровня и одного босса. Окей. Тут вроде все нормально. Потом 60-ых элиток и одного босса, причем в совершенно другой локации. Потом вас внезапно отправляют в локацию 30-го уровня на таких же мобов. Где логика? И так 8 раз. За время выполнения этого квеста вы смените 8 локаций, убьете херову гору мобов и логики в этих квестах нет от слова совсем. Как и нет логики в том, что в игру впилили ссаную систему просто блять ебаншую со скалированием. Причем применили ее как в ПВЕ, так и в ПВП. Банально зачастую можно наблюдать, как игрок 30-го уровня соло не может выполнить квест на 18-й уровень. Или же как игрок 60-го уровня в фулл легендарках получает пиздец от обычных мобов на обычном квесте. А все потому, что скалирование. А все потому, что компания печется в максимальном усреднении всех и вся. В любой адекватной игре на уровне 1 ваш персонаж имеет Х характеристик. На 5-м уровне Х5 характеристик. На 60-м уровне Х60 характеристик. А в этой игре есть ощущение, что разница между 1-м уровнем и 60-м составляет 5-10 единиц. То есть в ПВП часто можно заметить, как человек 20-го уровня дает стрелу в 60-го уровня, фулл обвешанного бафами и шмотом на 6-8к урона. А зачем тогда гириться? Непонятно. Мы проводили тесты урона, разницы между 500 ГС-ом вещами и 600 ГС-ом вещами почти не существует. То есть логики в развитии персонажа как таковой нет. Только что апнувшийся 60-й игрок может легко развалить фулового чара. Меня это дико бесило на арене WoW, бесит ровно так же и сейчас. Но вернемся к квестам. Сейчас квесты в игре это максимально убогая вещь. Настолько убогая, что любой любитель квестов, даже заядлый игрок WoW, где из них по сути состоит весь геймплей, просто обосыт лицо разработчикам New World за такие квесты. В них нет логики, в них нет ни уникальности, в них нет баланса. Игра реально выглядела бы куда лучше, если бы их вообще удалили из игры. Да, с квестами все прям настолько плохо, тут даже оценку ставить не буду. Гир. Выше я затронул момент с гирингом и скалированием. Я продолжу еще немного о нем. У меня на стриме, как и на стриме, у многих хейтеров задавали вопрос, что вы будете делать, когда оденетесь в фул. Тут тоже получилась двоякая позиция. Вот я, например, люблю идеальный гир на чаре, вне зависимости от скейлинга или чего бы то ни было. Я просто знаю, что мой персонаж заряжен на максимум, даже если у меня в какой-то момент недостаточно скилла, и квип выправит эти 5-10% ошибок. Поэтому в НВ я не могу остановиться и перестать гириться. Да, я сделал идеальный ПВЕ легендарный сет, но до бис пушек еще очень далеко. Это как минимум или идеальный дроп, или идеальный крафт. При том, что дроп в этой игре работает таким образом, что вы обязаны выбить энное количество предметов каждого типа, до того, как вам начнут падать предметы 590-600 гс. Система банальна, система тупа. Но стой и фарми, не останавливайся. Это еще где-то 100-200 часов фарма одних и тех же мобов или же данжей. И тогда вещи с нормальным гирскором хотя бы начнут падать. А дальше уже как в Диабло, ловишь шмотку лучшего гс с лучшими для себя статами. Что-то вроде 10-20 тысяч дропов фаерстафов, грубо говоря, до того, как вам прокнет идеальный. Но! Всегда все ломает одно но, как я и говорил выше. Разницы между 500 и 600 шмоткой почти нет. Тогда зачем? Только из своих убеждений, упертостей не более. Любой чил-игрок, проводящий в игре 3-4 часа в день и дошедший до такой стадии развития, просто не найдет для себя причины собирать этот самый шмот. Итак, итог. Жил-был Джеффри. Пришел Джеффри к себе в компанию и положил на стол сумку денег. В ней лежало 500 миллионов долларов. Примерно 35,5 миллиардов рублей. И решил Джеффри, что хочет он, чтобы игровая сфера получше познакомилась с именем Амазон. С их Амазон Праймом и с тем, чем вообще их компания занимается. И задумал Джеффри сделать игру. Максимально нацеленную на массового казуального пользователя. Игру, в которой вы сможете сделать бородатую женщину или брутального мужчину. Но при этом, при выборе титула, выбрать самоопределение, как она. И собралась команда разработчиков. Подошел продюсер игры, забрал из сумки половину и ушел командовать. Подошли начальники отдела, забрали еще половину и ушли пить кофе. Пришли модераторы Твича, которые банят стримеров за пи***цей и ни***цей и забрали еще половину. Пришли пи***цей и ни***цей и забрали еще половину, чтобы их права не ущемляли. Пришли налоговики и забрали еще часть денег. Пришли чеки на кофе и туалетную бумагу из офиса. В конечном итоге от 500 миллионов долларов осталось 25 миллионов. На которые и сделали эту игру люди, которые лишь что-то отдаленно слышали о игропроме. Среди них, как и всегда в жизни, нашлись 3-4 гения, которые усердно работали и сделали новый мир в аспектах, над которыми трудились, реально шедевральный. А вот остальные 900 разработчиков из команды, как оказалось, не хотят работать за гроши. И сделали игру на***сь. Пришел Джеффри снова, посмотрел на игру, порубил дерево, постучал по камню, напялил на себя топ-сет в игре, убил пару раз ПОП своих подчиненных и сказал «Выпускаем». Положил на стол еще 500 миллионов долларов на рекламу, но доверил эту самую рекламу адекватным людям, которые отработали каждой пене. Что мы имеем в конечном итоге? Если кто-то не понял сарказмов, игру, которая стоит 1300 рублей, которая затянет вас на 200-300 часов, пока вы не осознаете ее суть. Если разраб за это время выпустит новое обновление, то в эту игру вы будете играть вечно, так и не поняв всего волшебства. Игра построена таким образом, что вы должны выполнить определенную последовательность действий, каждый, одну и ту же, чтобы прийти к максимально выкачанным профам, максимально одетому персонажу. Игра будет водить вас максимально геморно из локации в локацию. Не даст вам маунтов, чтобы вы делали это как можно дольше. Игра будет просить от вас азот, который раздобыть не так уж и легко, чтобы вы сократили время на перемещение. Игра будет приучать вас к однообразным монотонным действиям. Но зачем ей это делать? Ведь по факту в жизни вы делаете ровно то же самое. Компания Амазон, фактически запустив эту игру, заставила миллион человек пройти один и тот же путь. Одинаковый для каждого. Ничем не отличимый от работы. Рубишь дерево, копаешь. Все как в жизни. Только вот в игре же вроде. А многие даже и не поймут. Игра за 1300 рублей совсем не просит от вас денег. В шопе очень малый выбор скинов, которые сменят вам внешний вид и не дадут преимуществ. Это манит игроков. Особенно тех игроков, которые устали от постоянной монетизации в играх. Это как глоток свежего воздуха. Игра за 1300 рублей дает вам 300 плюс часов беспрерывного гейминга, развлечения, общения с новыми людьми. И с точки зрения суммы, которую она за это время требует, это ничтожно мало. Да, игра насквозь сырая. Любая игра, в которой был дюб золота или баги на бессмертие, попросту сделала бы откат на пару дней, но не New World. Потому что массовый пользователь. Потому что игра для всех. Игра насквозь пропитана великой фразой «на отъебись». Или же «и так сойдет». Начиная от того, как добавлен вендору фракционный шмот в рандомном порядке. Без какой-либо привязки к логике и игрокам приходится искать нужные предметы, сваленных в кучу. Продолжая, опять же, «на отъебись» копированными целиком деревнями, городами, типами мобов. И заканчивая критичными для любой игры багами. Повторюсь, баги такого уровня убивали и убьют любую игру. Но не New World. Потому что слишком много денег в рекламе. И даже информация о баге или дюбе сейчас для этой игры – это попросту бесплатная реклама. Это очередной показатель того, что тому же самому киберпанку в свое время просто не хватило денег на рекламу. А так люди бы захавали. New World показал всему миру, что весь рынок мой РПГ сейчас находится в настолько донном состоянии, что люди готовы играть даже в игру с бессмертием. Не смотреть на дюб золота, не обращать внимания на банальное копирование. New World показал, что массовому пользователю не нужен ваш чудо-лор с суперзлодеями и постоянными воскрешениями героев WoW. Пользователю не обязательно смотреть на полуголых эльфей и гидрочить у себя под столом. New World показал, что реклама правит этим миром, так же, как и искусственное замедление прогресса в игре. Самая гениальная вещь, которую игроки захавали в WoW в 2004 году. Бегая по 4 часа из локации в локацию по одному и тому же квесту. Захавали и тут. Самую большую работу, если не брать в расчет рекламщиков, проделали аниматоры. Те, кто трудились над цветом в игре и в некоторых деталях. За это огромное им спасибо. Убивает ли дюпы и баги на бессмертие желание играть в игру? Нет. Пока ты с ними лично не столкнешься. Я столкнулся. Желание играть не пропало. Но уже точно не в таком количестве, как за этот месяц. Я буду уделять этой игре по 2-4 часа вечером. Но уже точно не буду сидеть по 16-18 часов в сутки с целью играть в долгую. Год, два и так далее. Я вернусь к этому режиму, но вернусь я тогда, когда все пофиксят. Сейчас настало время видосов, стримов, личной жизни, родителей, друзей и хоть какого-то досуга. Я выжжет на максимум. Убивает ли дюпы и баги на бессмертие желание играть в игру рядовому игроку? Как раз тому, на кого и нацелена эта игра? Нет. Он попросту будет о них слышать, но маловероятно с ними лично столкнется. Сейчас, спустя месяц, в игре лишь 6% игроков, взявших 60 уровень. Игроки не то что на половине пути к пониманию того, о чем я рассказывал в этом видео, они еще даже не начинали открывать свои глаза. Итог. Я ставлю этой игре 7 из 10. Я рекомендую ее, несмотря на все ее баги, лаги, игрокам, которые хотят парочку часов в день играть в нее. Это в любом случае лучше, чем бесконечная Ла-2. Это точно свежее, чем насквозь провонявшая талиски и вов. Просто, блять, мерзкая контора деградантов, ведущаяся на всю эту талискутическую пизданью. Это лучший досуг на 200-300 часов, который вы можете себе сейчас позволить за 1300 рублей. Без каких-либо вариантов. Вы скажете, чу, ты пол-видео говорил о негативных моментах. Почему же в конце ты говоришь, играйте в это? Все очень просто. Сейчас в этой игре 400-600 тысяч постоянных пользователей. Игру так или иначе за месяц, два-три, может быть, пять пофиксят. Ведут новые контенты и игра не умрет окончательной смертью ближайшие пару лет точно. Почему? Как минимум, потому что поток денег, который обеспечиваем мы с вами, как игроки, а также Амазон, как главный инвестор, в свою сап-рекламу Амазон Прайма, а также узнаваемость своих услуг в других сферах, просто не даст этому потоку заглохнуть. Вы скажете, чу, ты пол-видео говорил о негативных моментах. Почему ты рекомендуешь эту игру? Потому что закаты и рассветы. Потому что общение с гильдией. Потому что чудесная музыка. Одна из лучших на сегодняшний день в играх. Потому что бесконечный фарм и гринд. То, что любят любые морпгшники. Потому что какая-то наркомания, когда начинаешь рубить лес и долбить камень. Я не могу это объяснить. Такое ощущение, что Амазон занес мне денег и сказал, облежи нас. А вспомнил я об этом только в конце видео. Не могу объяснить, чем цепляет и держит эта игра. Просто не могу. Видимо, я реально правильно подметил, что среди тех самых тысячи сотрудников, пилищих эту игру, на карантине было таки 2-3 гения. И где-то они включили в эту игру 25-й кадр или еще какой-то эффект. Да и плюс, Амазонам повезло. New World вышел в тот самый момент, когда у всех морпг-разработчиков максимально хреновые времена. NCSoft потеряла больше половины стоимости из-за BNS2. Близзы грязнут в Толерастии западного общества. Плюс карантин. Все сидят по домам. Ловко они это придумали. Я так сразу и не понял. На этом все. С вами был я, Мастер Чу. Пишите в комментариях, что вы, лично вы, думаете про эту игру. Рекомендуйте этот видеоролик своим друзьям. И, конечно же, не забывайте подписаться на канал. Дальше больше. Всем до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok